Но вот пока организация арктических туров в нашем регионе только обретает очертания, путешественники из Санкт-Петербурга собственными силами и средствами покоряют снежные просторы тундры. Проехав половину пути, они утверждают, что туристический потенциал у нашего региона, несомненно, есть. Игорь Петров, Владимир и Андрей Светашовы – опытные путешественники-любители. За плечами экспедиция на Польский полуостров и в Республику Коми. Первая попытка посетить Ненецкий округ в 2011 году не увенчалась успехом. Всему виной была аномально тёплая весна. Тогда они пообещали вернуться и сдержали слово. Маршрут более двух тысяч километров. За плечами уже 800. Это Низень, Несь, Ома, Нижняя Фёша, Индиго и Коткино. Путешественников сильно поразил уровень жизни в селах округа, а главное – широта души их жителей. Такого, как в Ненецком округе, мы не видели нигде, признался в интервью Андрей Светашов. У нас были представления, что здесь совсем другой уровень жизни. Мы прибыли приятно, очень сильно приятно удивлены. Правильно, нет, коллеги? Абсолютно правильно. Техника, топливо, еда и палатки экспедицию энтузиасты снарядили полностью на свои средства. Поддержку путешественникам, а именно содействие при прохождении погранзон оказала Арктическая академия. Цель экстремальной поездки кажется простой только на первый взгляд. Наша экспедиция посвящена 70-летию Победы и проверить свои силы. То есть каждому из участников примерно 50 лет. Кому немножко меньше, кому немножко больше. И мы хотим посмотреть, как организмы, прошедшие пол жизни, ведут себя в Арктике. Все впечатления от поездки туристы собирают на камеру. В итоге получится небольшой любительский фильм, который уместит хотя бы малую часть всех впечатлений от нашего края. Впрочем, в планах путешественников-любителей вернутся и позвать с собой друзей. Здесь много чудес, которые мы видели только на картинках. И, к сожалению, с погодными условиями нам не удалось это увидеть своими глазами. Но с точки зрения туристических возможностей, район очень перспективный. Очень перспективный. Конечно, нужно готовить для этого инфраструктуру. Впереди путешественников ждет еще больше тысячи снежных километров. Наринмар стал только промежуточным пунктом экспедиции. Через населенные пункты округа они достигнут самой желанной точки острова Вайгач и возьмут курс на Воркуту. Ирина Цепетова, Вадим Стасюк, Телеканал Север.